Вот и осень и пожар на рябине задрожал. Красок яркий хоровод под крустальными лапами. Интерьеры украшал у семей знатных. Достоин не только стихов. Тагильскому подносу нужен памятный знак. Такая идея пришла в голову 11-летней школьницы Алине Новиковой. Девочка поделилась ей с мамой, которая по счастливой случайности оказалась депутатом Молодежной Думы. Элеонора Новикова в свою очередь предложила коллегам идею о создании арт-объекта. Инициативу, что называется «На ура», поддержали в городской думе и в администрации города. Тагильский поднос – это наше достояние, это то, чем мы гордимся. И на самом деле те интереснейшие предложения, которые поступили жители, я отрадно хотел бы отметить, поступили не просто жители от нашего юного поколения, которая также была погружена в этот вопрос и предложила свои какие-то варианты. Созданная комиссия во главе с мэром города Владиславом Пинаевым объявила конкурс «Идей на создание эскиза памятного знака». А провел его Центр развития туризма. Показать свои силы в дизайне заявилось 10 тагильчан. Участники, как говорится, от мала до велика. Самому младшему из которых 5 лет. Рисовал под носик. Рисовал под носик, да? А что было на этом подносе нарисовано? Фитотик. Воспитатель Акима предложил поучаствовать в конкурсе, и мы согласились. Очень интересный конкурс. Мы сделали проект и описали, где он должен располагаться, какого цвета должен быть под нос. Церемония награждения победителей и участников конкурса «Идей памятного знака» состоялась в Музее подносного промысла. Среди взрослых первое место у Татьяны Агаларовой. В номинации «Дети-участники» лучшей признана совместная работа воспитанницы детского сада номер 53 Дарины Старковой и младшего воспитателя Полины Лыковой. Она проявила себя как творческая девочка. Мы вместе с ней создавали работу. И это очень ценный опыт, который я получила, создавая работу вместе с ней. Было очень замечательно и познавательно. Мы с ней создавали вместе цветы. Она лепила, а я ей помогала. То есть поднос, получается, он тоже из пластилина. Идея дизайна проекта есть. Точные сроки его воплощения задумки в сам арт-объект пока не установлены. Необходимо разработать проектно-сметную документацию и определить финансирование. Предположительно, памятный знак тагильскому подносу будет установлен рядом с домом Худояровых.